Московская 9.06. Сегодня 29 августа 2019 года. У нас сегодня четверг. Начинаем наш утренний обзор. Как всегда, с вами аналитик трейдер Кирианца Владимир и клуб трейдеров Картель. Начинаем, как всегда, с фундаментального анализа. Смотрим, какие события у нас были вчера и какие выйдут сегодня, которые могут повлиять на рынок. Если виден календарь, все видно, да? Да, вижу, хорошо. Отлично, прекрасно. Так, ну что посмотрим. Нас первое, во-первых, интересовало, что касается запаса нефти. Это действительно нефть. Мы это видим. Нет, это дистиллят еще. А, почему дистиллят? А, дистиллят, да, сегодня будет. А, нет, прошу извинения, не это я смотрю. Это среда 28-го. Да, вот запасы нефти. Как видите, запасы очень упали. Что нам это скажет? Ну, по идее, должно быть как? Должна быть нефть идти вверх, USD кат вниз, Канада и иена вверх. Ну, на самом деле, посмотрим, что действительно тут получается. Действительно, запасы очень сильно упали. Интерес к нефти есть. Значит, нефть должна расти. Что у нас сегодня? Ну, первое, я хочу сказать, все выступают представители ФОМСа. Это было довольно по активные прогнозы по Новой Зеландии. В принципе, видим минусы. И сегодня, обращая внимание на данные по еврозоне и Франция, одна тоже из стран, можно посмотреть. В принципе, здесь, как бы, по Германии индекс потребительских цен. Видим, что инфляция должна расти здесь в годовом выражении. Соответственно, предварительные. Это предварительные данные, которые еще предварительные. Что значит предварительные? Это прогноз. Это прогноз, который будет. Соответственно, инфляция по Германии должна падать. Как всегда, в четверг рынок труда США. Действительно, безработица должна, пособие увеличиваться. Это не очень хорошо. И ВВП. Вот это основные данные. Сегодня будут играть на американской сессии. В ВВП. Всегда мы ждем повышения. Это хорошо поддерживает экономику. Если данные выходят ниже, то это давит на саму валюту. Это, в принципе, все, что нам необходимо. То есть, действительно, будет американская сессия волатильная. Что касается европейской сессии, она может быть такая, не очень сильно волатильная. Но американская сессия обещает быть какие-то движения на валютах. Ну, а сейчас переходим на графики. Смотрим. Начинаем с индекса. Индекс идет вверх. Мы это видим. То есть, уровень 97.64. Хорошая поддержка. В принципе, мы видим, есть. И, соответственно, наша позиция евро искать продажи. Значит, мы вчера планировали откат продажи. В принципе, это не произошло. Мы ничего здесь не меняем. Конечно, ждем отката. Но давайте посмотрим что-то еще. Вот я сделал рабочий уровень. 1.10.85. Чем он мне интересен? От этого уровня были движения вниз. Соответственно, здесь была хорошая проторговка. Бар БСУ. Бар создавший уровень. В принципе, мы все это видим. Кто проходил курсы, тот знает. А что касается, кто не проходил, приглашаю на курс. После обзора будет ссылка на курс. В данной ситуации мы что видим? Мы видим такой уровень, на котором цена действительно стоит. И хорошая ситуация зайти в продажу. Никаких покупок мы не рассматриваем. Но первое, надо учитывать, что индекс идет вверх. Поэтому, что здесь может быть? Можно прямо входить сейчас. Очень хорошая ситуация. Стоп ставится за эти уровни. В принципе, неплохая сделка. То есть, мы должны искать сделки 1.3. Мы ее получаем даже 1.5. 1.4 где-то. Ну, 1, да, почти. 64-63. Хорошая сделка. Если выбивает нас, выбивает этот стоп, значит, цена идет в эту зону. И от этой зоны тоже мы ищем продажи. То есть, если мы получаем стоп на этом, и цена идет вверх. Мы смотрим, как она себя ведет. И здесь на развороте можно ставить сразу sell limit. И, в принципе, ждать коррекцию к этой зоне. И входить на рыночном ордере. Вот такая ситуация по евро. Но по евро только рассматриваем продажи. Здесь очень хорошо видно, что мы закрылись ниже. И, в принципе, идем ниже уровня. Сейчас мы добавили один уровень. Вот этот уровень 1.10.24, я думаю, мы сделаем, наверное, уже постоянным. То есть, он на таймфрейме D1 будет как основной, куда будет идти цена. Первый разворот, который был на этой зоне. Понятно, да? Да, да, да. Фунт. Вот что по фунту? Вот сейчас я по фунту вот немножко. У нас есть уровень, от которого цена отбивалась. Мы его ставили от этого бара. Что можно сказать? Цена ушла вниз, здесь идет вниз. Продаваться. Вроде все как бы идет в продажу. Но я, честно говоря, пока фунт сегодня не буду смотреть. Пока будем смотреть закрепление за этим уровнем. Но тогда уже будем движение. Поэтому фунт сегодня в работу не берем. Что касается Aldi, Aldi здесь все время мы искали продажи. Сейчас тоже сделали уровень. Но вот сейчас абсолютно похожая ситуация по евро. То есть, наша задача получить ложный пробой. Почему ложный пробой? Потому что здесь довольно большой, в принципе, небольшой стоп, 14 пунктов. Можно входить и таким вот образом. Но нужна коррекция. То есть, здесь мы ставим, как здесь может быть вариант. Если цена не откатывается, нам негде получить хорошую цену. Просто сейчас рынка входить не смысла. То есть, ну, нужно, чтобы какая-то была коррекция. Вот что Азия нам дает. Азия нам дает следующую картину. Мы видим четко закрытие Америки. Заходимся под Америкой. Поэтому, даже если ретест Америки будет, вот это будет хорошая ситуация зайти в продажу. Пока на данный момент здесь продажи больше никаких. Мы видим, что все-таки есть давление на островский доллар. Мы закрылись ниже, мы идем ниже. Ну, а какие цели? Первая цель это вот 0,6670. Это, в принципе, где была точка разворота. Пока на данный момент такая ситуация по Ауди. Все ясно по Ауди, да? Что касается НЗД. В НЗД вчера мы рассматривали продажу. Ну, я вошел в продажу. Вошел ли? Не. Не рискнул. Я просто прошляпил такой момент. Очень хороший момент. Вот мы вчера ее разбирали. Это было в европейскую сеть. Да, мы поставили вот 0,6353. Вот уровень вчера стоял. Мы об этом обсуждали. То есть, у нас было движение вверх. Здесь ретест. И, в принципе, вот хорошая точка входа. Но она вот была ровно. Вот хорошая точка входа. Можно было в 15.00. То есть, здесь, в принципе, новостей вчера не было. Поэтому не было таких серьезных этих. Тут вот неплохая. Если кто-то стоит в сделке, держим дальше. Что здесь? Мы прошли 40-50 пунктов. Сейчас просто переводим БУ. Дальше просто держим ее. Куда цена может пойти? Мы смотрим ближайшие зоны, где мы можем остановиться. Для этого надо перейти на меньшие таймфреймы и просто посмотреть. Даже вот видите, на неделе мы практически даже не видим. То есть, месячная зона. Куда может пойти цена? Вот это мы уровень этот пробили. 0,6083. То есть, мы идем уже ниже. Ну и тут первые развороты. Ну вот если вот этот бар взять за основу, ну не знаю, 0,58. Представьте себе, куда идет цена. То есть, фактически ей ничего не мешает падать вот в эту зону. Ну возможно, эту, эту зону где-то 50. Вот представьте. То есть, мы видим, что действительно зеванская валюта очень сильно летит вниз. Поэтому, при любой коррекции, которая происходит, кто не вошел в сделки. Здесь мы, во-первых, видим АТР, видим, что мы закрылись ниже на Азии. Ну и любая ситуация, вот кто-то не вошел, любая ситуация подхода к этой зоне, можно на развороте искать. Ну стопы прятать вот за этот вот небольшой. Вот такой вот вариант можно рассмотреть здесь. Если будет ложный пробой, это еще усилит наши эти. Ну, во-первых, здесь видно, такая проторговка была. Пробивали. Вот на Азии пробиваем. На РТСТ очень хорошая точка входа в продажу. Понятно, да, по ней? Но никаких покупок мы здесь не ищем. Так, по золоту. Золото, в принципе, идет вверх. Это было хорошей поддержкой. Мы сейчас видим, видно, что интерес к золоту есть, его покупают. Нестабильность на рынке, торговые войны поддерживают золото. Поэтому здесь и будет ситуация следующая. Ну вот, швейцарский франк. Мы рассматривали покупки. Непонятно. Тут вверх-вниз опять падает. Что касается, если по технике посмотреть, мы все-таки закрываемся выше. Никто не скажет, что мы закрылись ниже уровня 98.07. Это круглый, во-первых, уровень 98. Следующий вариант, что здесь все-таки я рассматриваю больше продаж. То есть покупки. Вот сейчас улетает цена. Здесь стоит. Ну и, конечно, во всех горит глаз. Здесь надо вот сейчас сойти в сделку, продать. Прекрасно. Но я немножко пока жду все-таки возврата в эту зону. И здесь покупаю. Покупаю, учитывая, что локальный тренд у меня еще нельзя сказать, что он стоит ниже уровня 98.07. Вот если он станет ниже уровня, можно пробовать сделать продажи. Но пока вот это как-то типа заманивание. На мой взгляд, что здесь видно, что здесь больше видно, что был восходящий тренд, была остановка цены. И, в принципе, здесь как бы идет какая-то заманивание, чтобы сейчас к нам зайти. И многие здесь начнут продавать. Многие начнут продавать сейчас, искать сделки. Но пока остаюсь в покупках. Доллар-иена. Вот здесь вот другая ситуация. Здесь вот странно. Вот как-то они работают, интересно. Вот мы видим, что уровень 106.19. Очень хорошо, с ложными пробоями. Видно, хорошо работает. И вот наш один хорошо видно. Мы видели уже ложные пробои вчера. И при ретесте можно было заходить в сделку. Но сейчас цена улетела. Сейчас нужна коррекция. Значит, если мы посмотрим закрытие Америки, мы видим вот закрытие Америки. То есть, все просто. Здесь мы лимитный ордер. И заходим в сделку продажу. Стоп прячем за уровень. 16 пунктов. И, соответственно, входим 87. Очень хорошая сделка на продажу сегодня. Даже если сбивает. Даже если сбивает. Но все равно мы со второго раза заходим в продажу. Здесь нельзя говорить ни о каких покупках. Потому что мы стоим ниже уровня 106.19. И ближе к нему и стоим. Это видно, да? Поэтому здесь какие покупки не рассматриваются. Здесь четко видно наше направление. Так. Идем дальше. Так. USDCAD. Вот USDCAD. Он фактически сейчас должен падать. Много нефти. Но что мы видим? Мы видим, что цена активности не показывает. То есть, видно, что нету хороших движений. Вот мы как бы идем. Вчера вот падали. Сегодня поднимались. И здесь не покупать, не продавать. Ну, мне, допустим, нужны продажи. Ну, тут, видимо, ждут выхода ВВП. Вот они перебивают все эти данные. Просто, если здесь продавать сюда, неинтересно 27 пунктов. Что касается уровня, который мы поставили, 1.32.94. Можно посмотреть, в принципе, этот уровень есть. Вот мы его ставили как рабочие. Мы вроде выше стоим. Ну, я пока ее не рассматриваю. Честно говоря, сейчас ситуация такая неясна. Но если по другим парам ясно, мы работаем. Ну, вот нефть, нефть, да. Действительно, при любой коррекции нефти в эту сторону, сейчас она уже скорректировалась на Азии. То есть, она корректировалась на Европе, на Америке. И вот, в принципе, здесь был небольшой подъем. Все-таки, я думаю, будет подъем побольше. Но этого как бы не происходит. Нефть при коррекции неплохо покупать. В данной ситуации, учитывая такой момент. Возможно, будут ложные пробои. Какие-то показать, что да, но данные вышли. Значит, все начнут покупать. Может быть, за счет того, чтобы набрать какую-то позицию, может быть, какие-то будут провокации. Канада-иена. Вот здесь покупка видна, да? Видна? Здесь видна покупка. Здесь видна покупка. И мы все время говорили о покупке. Вот что мы видим? Мы ложные пробои видели, откат видели. Покупка идеальная. А все выполнилось по нашим условиям. Если цена еще даст нам заработать, это вообще будет идеальная 5% ситуация. Что мы видим? Мы видим, что мы на, соответственно, на, мы закрываемся. Вот видно хорошо. Мы видим ложный пробой, заход, подход. Ну, от касания желательно. От касания желательно. Далеко мы стоим. Поэтому мы здесь, пока вот этот сценарий, мы не сбрасываем со счетов. Но мы здесь ставим лимитный ордер. Вот мы можем ставить сейчас лимитный ордер. У нас какая ситуация? У нас очень хорошая ситуация. Ложные пробои видим? Видим. Да. Поднялись вверх, поднялись. Первое условие выполнилось? Выполнилось. Что касается движения, это боковик. Значит, мы можем покупать от нижней границы. Верно, да? Верно. Соответственно, здесь мы видим сейчас, нам нужна коррекция. Нам нужна коррекция сейчас. До уровня. Мы далековато стоим. Не хотелось. Конечно, запас есть. 120. В принципе, можно входить. Ну, конечно, можно дождаться чуть-чуть отката. Но ставить лимитный ордер, заходить в сделку. Ну, хотя хочу сказать, что 20 пунктов и 120 – 1 к 6 сделка. Если мы даже будем сейчас входить с рынка, вот сейчас прямо, то у нас всего 30 и 107 – 1 к 3 сделка. То есть, каждый принимает решение. Можно ставить лимитный ордер, можно входить в сделку. Даже могут сработать и два ордера. И, в принципе, Канада и иена, учитывая, что нефти, действительно, нефти мало, вполне ремольная Канада и иена сегодня рванет. Ну, это мое такое мнение в данной ситуации. Потому что это кросс-валюта, во-первых. Она не связана здесь с американским долларом. И ЮСДК должен падать. Раз нефть еще пойдет, вот сейчас, если нефть пойдет, вот сейчас вверх, да? Ну, вот если посмотреть внимательно, то мы видим пока чисто на Азии остановка. Остановка цены. Вот где-то она остановилась с вчерашнего дня. Вот где-то стояла. Сейчас посмотрим что-нибудь. Что здесь можно посмотреть, где максимально они стояли. Вот примерцы, что-то подобное. Вот сейчас где-то остановка цены. Вот здесь был удар, здесь удар, здесь подход. Здесь, допустим, бар, создавший уровень, подтверждение. Два подтверждения подряд. В принципе, цена, если падает, хорошая ситуация движения. Это как бы может хорошо добавить. То есть мы смотрим нефть и смотрим Канаду. Если мы видим совмещение, то используют вход. Но только покупки, никаких продаж. Да, структура похожа. Евро-иена. Здесь продажи, здесь продажи однозначно. Вот сейчас ложный пробой, подход. На Азии было движение вниз хорошее. Но вот сейчас, кто не вошел на Азию, нужна коррекция. Если коррекция это будет, мы уже можем смело входить. То есть нам нужна коррекция. Возможно, ложный пробой хорошо бы получить. Вот эта точка, которая была, она, в принципе, идет в этом направлении. Мы это хорошо видим. И все точки, которые мы рассматривали здесь, пытались здесь. Здесь хорошая точка у нас была. Здесь попытка была на ретесте. Получили стоп. А здесь хорошая ситуация. Вот сейчас двояко. Или цена, если вылетает, здесь неплохо снова можно зайти. Можно на ретесте. То есть это зона, в которой мы будем искать продажи. Понятно, да? Да, да. Отлично. Хорошо. Так, идем дальше. Фунт иена. Фунт и фунт иена. Тут более-менее хоть что-то вырисовывается. Что вырисовывается? Ну, во-первых, мы ставили уровень 130.27, от которого постоянно цена летела. Здесь она летела, здесь она летела, здесь она летела. Соответственно, мы видим вот такую ситуацию, если посмотреть ее внимательно, то мы видим какой-то флэт. В диапазоне порядка 200 пунктов. То есть цена находится в этом диапазоне. Сейчас она находится в середине. Понятно. Да. Покупать нужно было отсюда, продавать нужно было отсюда. Если кто-то стоит в движении, то они брали вот эти движения, которые происходили. Сейчас мы находимся в середине диапазона. И просто мы сейчас будем использовать так называемые уровни, которые нам сделала цена. То есть она сделала вот этот уровень. К примеру, мы ставим его как дополнительный уровень. И смотрим его реакцию. Здесь ничего выдумывать не надо. От этого уровня были движения вниз. Мы их видели. От этого уровня были сильные движения здесь. И при ретесте мы сейчас тоже в сделке. Что здесь может быть? Может быть ложный пробой. Может отлично. Это нас еще прекрасно. Здесь хорошее движение, очень красивое. И здесь четко надо искать продажи по данной паре. Здесь никаких покупок мы не рассматриваем. Потому что здесь мы видим, что мы еще раз, хочу сказать, закрылись ниже. Сейчас мы просто добавили уровень. И в данной ситуации мы смотрим вот такой сценарий. Что мы видели вчера? Мы видели подход и продажи. Я говорил, что здесь в принципе в этой точке будут какие-то... Сейчас мы видим Азию. Мы улетели, пробили при ретесте. Допустим, даже может не дойдет цена. Может в этой зоне. Но это зона продаж, которая где-то 26 пунктов. Вот в этой зоне мы будем искать сегодня по фунту продажи. Так, идем дальше. Ауди иена. Здесь тоже продажи, потому что ауди летит вниз. Вот наш сценарий. Вчера был подход, есть ложный пробой, есть все. Но фактически вчера на Америке можно было 22 заходить. Но я в принципе не был на месте. Вот я бы зашел вот в эту точку. Мне она нравилась, потому что здесь была хорошая вот... Вот она, тест. Вот у меня есть ложный пробой. Еще ложный пробой. Хорошая сделка. Вот очень хорошая сделка. Но кто не зашел, мы ждем снова коррекцию. Даже достаточно будет ставить лимитный ордер. Зацепит 50 пунктов от уровня, где-то 50 пипсов. Да, где-то 5 пунктов по 4 знаку. Вполне реально очень хорошая сделка. Стоп, прячьте все-таки вот за более такой длинный. Может быть какие-то здесь... Или дожидайте сложного пробоя. Тогда вообще у вас будет очень хорошая сделка с ретестом движения. То есть, вот варианты выбирать, какие вам интересны. Но обязательно продажа, никаких покупок. Офицерские иена. Ну, тут мы находимся ниже, видно всем, да. Вот здесь 108, 28. В принципе, мы ниже. Поэтому здесь только продажи. Продажи при коррекции. Ну, вот что мы видим? Мы рисовали вот эти сценарии. Но нет активности очень хорошей. Основа буквально не дошла. Где-то 15 пунктов. Сейчас остановка цены. Ну, что можно сказать? Можно сказать, в принципе, я бы, конечно, ждал цену. Тут возникает вопрос, если цена уйдет сюда, то, соответственно, я буду ставить стоп по этой зоне. Да, мне интересно. 15 я теряю. Но я забираю свои 45 законных. Те, которые я плане... Даже здесь 75. В принципе, первый разворот это где-то вот эта зона. Хорошая сделка. Может цена не доходить. То есть, 50 пунктов можно вполне реально ставить здесь. К примеру, вот в этой зоне вход. Ставить целый лимит и входить в сделку. Стоп у вас вот он. И, в принципе, вот ваша сделка. 20-15 пунктов у вас стоп по отношению к хорошему целоходу. Первый разворот. Ну, давайте запланируем где-то вот на этой зоне. Понятно, да? Здесь продажи. Да, да, да. Никаких покупок мы не рассматриваем. И, соответственно, если мы посмотрим Америку, мы видим четко, что мы ушли ниже Америки. Что может еще быть? Может цена не долететь. Еще раз хочу сказать. Потому что, может быть, Америка выступит... Мы сейчас используем американские уровни. Вполне реально может цена ударить и улететь. И вы, соответственно, ваш соу-лимит не сойдет. Но здесь уже по Америке видно четко. Если цена не берет Америку, то у нас уже четкий стоп. Где у нас видео? У нас сделка вообще. 10 пунктов стоп и 30 мы берем смело. То есть, очень хорошая тоже сделка. Можно использовать два варианта. Первый вариант. Ставить подход к Америке. Допустим, соу-лимит сюда. Сбивает наш. Идем дальше. То есть, 10 пунктов стоп. Это очень маленький стоп. Можно с хорошим движением идти вверх. То есть, увеличивать улот с такими маленькими стопами. Ну, сбивает стоп. Отлично. Если идет все по нашему сценарию, мы зарабатываем хорошую прибыль. Здесь понятно, да? Да. И последняя пара. НЗД иена. Ну, НЗД иена продажа. Потому что НЗД сама идет вниз. Вот точка входа. Я нахожусь в сделке. Вот я ее держу. Просто в БУ перевел. Закрыл час влота и все. Что сейчас? Жду цену. Вот сюда. На первый разворот. А больше я пока здесь ничего не вижу. Вот это первая точка, которая разворотная. Вот это у нас. Если месяц смотреть, то тоже. Обратите внимание, даже неделя нет. И даже вот. Обратите внимание. Даже первые точки, которые мы вот летели. Если так посмотреть. Куда мы падали. Видно. Вот первое, что может быть. Это вот буквально 58. Ровно это уровень, который может быть развернуть. Представьте себе, куда может у нас упасть цена. Ну, какие-то, может быть, круглые уровни будут добавляться. Не знаю. Но видно, что здесь сильное давление. Нисходящий тренд. И при любой коррекции. Вот мы зашли в сделку. И держим ее. Держим, держим. И ближайшая цель. Это вот первая точка разворота. 66.30. Вот на D1, которую может быть цена. Здесь как-то будет какое-то сопротивление. Так что у нас порядка еще 60. Если все слаживается четко, мы берем 120 пунктов. Все понятно, да? Да, да. Все видно здесь. Так. Ну что. Вот на сегодня вот такая вот ситуация. По рынку. Значит, что касается завтра. Я буду завтра, в принципе, свободен. Мы потом, Сережа, с тобой посмотрим твою торговлю. Более детально. Завтра пятница у нас, да? Да. Ну все тогда. Удачи. Все. До свидания. Спасибо. До свидания.